Приветствую вас, давайте разберем вас, ваш вопрос. Не понимаю, что мне в этой ситуации делать. У меня есть младшая сестра, ей 25 лет. Еще в школе, в классе в основном она была в травмирующей ситуации, и кто-то сказал, что это про внешность, вероятно, ее подруга, которая маленькая и дочь, и маэстра выше и крупнее. С тех пор сестра начала топить для Промикола, чтобы якобы кости стали рыхлыми, и рост уменьшился, то худеть, то еще что-то. У нее несколько лет назад была ануликсия, она была крайне худая, но потом все-таки поправилась. Чего бы она забросила на стадии колледжа. Живет отдельно в квартире, которая досталась матери от отца. Несколько лет, живет там одна, не учится, не работает, крайне редко подрабатывает. Мама возит ей еду, причем специально она ест только тушеную и вареную пищу, в основном овощи. Я живу с мамой и бабушкой, к нам старая редко приезжает, живет. Когда она ест, закрывается на кухню, чтобы никто не видел, когда она у себя в квартире, то есть к ней приезжает, что происходит, говорится опытом, чтобы соседей не услышали, боится, что ее кто-то увидит. Поэтому выходит из дома, если выходит очень рано. Мама и бабушка по-разному смотрят на стадии, бабушка хочет ее положить в психиатрическую больницу, мама же считает, что ее нужно выводить, уговаривает ее социализироваться. Но деньги-то оберет, еду тоже. Работать не собирается, нигде не выдерживает. Мама и бабушка постоянно конфликтуют на этой почве, постоянные скандалы. Мама меня еще упрекает, что я не занимаюсь в стройх. А так, когда я к ней приезжаю, она просит мне приезжать, только переписываться к ней по делу. Я считаю, что человеку не нужна моя помощь, и не навязываю, что я должна делать в этой ситуации, и что с сестрой, как ей можно помочь начать жить нормальной жизнью. Нас сейчас смотреть. Штука, на мой взгляд, основная и, пожалуй, такая самая неприятная для вас заключается в том, что вы в этой ситуации, как бы, чувствуете вину. Вот. То есть вы чувствуете себя в этой ситуации, как бы, виноватой, вы чувствуете себя в этой ситуации, как бы, ответственной за то, что происходит. Ну, с вашей сестрой. Но, на мой взгляд, тут дело даже не сколько в сестре, а сколько дело в ваших маме и бабушке, которые на вас, так или иначе, оказывают какое-то влияние, очевидно, и, в общем и целом, это, конечно, в любом случае дает осознать, это в любом случае как-то вам начать, это в любом случае как-то вас, ну, скажем так, напрягает, да? Вот. И, в общем-то, в результате вы чувствуете себя довольно некомфортно. На что я, в первую очередь, мог бы обратить здесь внимание? На то, что у вас, у всех, в вашей семье явно нарушены личные границы. И, соответственно, на мой взгляд, в первую очередь, что нужно делать, это работать именно вот с личными границами вам. личными границами между вами и мамой, и бабушкой, личными границами между вами и сестрой. В целом, я бы сказал, что мыслите вы в этом смысле позитивно. То есть вы мыслите корректно, что вашей сестре действительно помощь-то не нужна. Это правда. Вот. Но, также я полагаю, что совершенно очевидно, что у неё есть проблема. И, совершенно очевидно, что если она говорит, если она говорит, сестра, что помощи ей не нужна, это вот в данном случае не означает, что вы не можете как-то участвовать в её жизни. Вот. Вы можете участвовать в её жизни, но на комфортных для неё и в общем-то для вас условиях. А сделать это проблематично именно потому, что на мой взгляд, ни вы, ни она мне самостоятельно. Вот. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь вам необходимо сепарироваться от своих родителей. От своих родителей необходимо сепарироваться вам. Это первый и такой важный, наверное, аспект, который нужно подчеркнуть. Вот. Вам можно и нужно показать сестре, как можно жить. Вот. Показать сестре, как можно жить и как жить. Вот. Адекватно выстроить отношения с вашими родителями, которые да. могут быть заботятся, они могут быть заботятся о ну о своей родители, да, они могут быть заботятся. Вот. Но они это делают вот к сожалению, да, бобольно деструктивно. Я думаю, что вам имеет смысл обратиться к своим ценностям. Именно к своим ценностям. То есть ценностям у вас какие? Да, здрава все живет не самый лучший образом, это правда. Это правда. Но вопрос заключается в том, как вы на это реагируете? На то, что она так живет. вот. Какое у вас все ведь понимаете, в чем заключается штука? Штука заключается в том, что если вы например со своей сестрой были не близки, вот, если вы со своей сестрой не были близки, то как вы не пытайся, не вызовет она у вас теплых чувств. Никак не вызовет. И не будет хотеться вам ей помочь, просто потому, что вы с ней были не близки. А помогать из чувства блока, да, решение не лучшее. Вот. Ничего хорошего. Из этого не получится. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вы столкнулись с тем, что потеряли себя. Я думаю, что в этой ситуации вы столкнулись с тем, что просто запутались в себе, вы запутались в том, собственно, где вы, да, где где ваша сестра, где ваши родители. И в этом вам нужна помощь. Если она вам нужна, то в этом вам нужна помощь. Именно в том, чтобы напомнить себе, где же я. где я. Сама. Какая я сама. Чего я хочу и так далее. Вот. Понимаете, да? Я думаю, что как-то так примерно вам можно на этот вопрос ответить. Хочу сказать, что здесь, пожалуй, нет какого-то верного решения. Здесь, пожалуй, нет какого-то правильного решения. Вот. Здесь есть только то решение, которое вы сами для себя посчитаете приемлемым. Но все-таки было бы здорово, если бы это решение, каким бы оно ни было, что у вас ответство, а не от, например, допустим, чувства вины, которое вы сейчас демонстрируете. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, главное не обратить внимание на эти вещи. На свою собственную, как бы сказать, сохранность, что-ли, вот так я бы, наверное, сказал, именно вот на вашу сохранность, потому что именно с ней, с вашей сохранностью, сейчас есть большие проблемы. Следующий момент, последний момент. Вы пишите о том, что ваша, значит, бабочка и мама постоянно из-за этого скандалит. Очень важный вопрос здесь заключается в том, как вы реагируете на скандалы. то есть, ну вот, вот, в буквальном смысле этого слова, в буквальном, в буквальном смысле этого слова, как вы на это реагируете, как вы к этому относитесь, к тому, что, вот, они, ну, по факту, да, там, а, ну, скандал, скандалит. из-за, там, ну, не важно, не важно из-за чего, да, просто скандалит. Вот. Если вас это, эм, как-то, выдевает, если вас это, э, как-то, напрягает, как-то мешает, если вам это, как-как-то, мешает, то, само собой, э, с этим нужно, работать. Вот. Потому что, опять же, это мешает вам, э, чувствовать себя, э, ну, так, так скажем, э, корректно. вот. Понимаешь, да, вам это мешает, вам это мешает. Вот, собственно, то, что я хотел бы вам сейчас сказать, вот то, что, на что я прямо сейчас хотел бы обратить ваше внимание и то, э, чем, как мне кажется, может помочь вам психолог. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!